МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 17 мая 1801 года, на Марсовом поле в Санкт-Петербурге открыт памятник недавно умершему Суворову, скульптору Козловского. 17 мая 1913 года в центре Ташкента был открыт памятник генералу Константину фон Кауфману, покорителю Средней Азии. 17 мая 1932 года советские части вступили в бои с японцами на реке Халхингол. 17 мая 1988 года на территории Московского Кремля был найден большой московский клад, в который вошли около 300 серебряных изделий XII-XIII веков. 17 мая 1919 года власти РСФСР объявили национализацию церковного и монастырского имущества. В мае 1919 года все церковное имущество, включая здания и предметы культа, вплоть до восковых свечей, становилось государственной собственностью. Согласно майскому документу, никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они тоже не имеют. В период Гражданской войны конфискация и национализация церковных ценностей приобрела массовый характер. Еще в январе 1919 года постановлением президиума Моссовета из большинства монастырей в Москве были выселены монахи и монахини. Той же осенью патриарх Тихон обратился с призывом к православным не вмешиваться в политическую борьбу и подчиниться советской власти. Он хотел избежать статуса врага, но это не удалось. Собственные материальные ресурсы делали православную церковь очень сильной структурой, из которой необходимо считаться. Но советская власть эту структуру целенаправленно разрушала, запрещая церковные службы, убивая священников, рядовых верующих. А потом наступила очередь собственности. Она национализировалась, то есть изымалась в пользу государственной машины. А ведь православная церковь была крепким хозяином и до революции владела большим количеством земли, значительным имуществом и денежными средствами. Член-корреспондент Академии наук экономист Шмелев писал об этом. Деловая жизнь в монастыре являлась ярким примером российского предпринимательства. Церкви принадлежало немалое количество промышленных предприятий и торговых заведений, доходных домов, и она получала пожертвования, доходы от церковных земель, имущества и проценты с капитала. И всегда в тяжелую годину это имущество шло на пользу прихожан. В голод монастырские амбары открывались. Богатая церковь – богатый благотворитель. Святейший Синод специальным указом предписывал соединить с удобствами монашеской жизни цель благотворительную или воспитательную. К слову, если бы не этот неприкрытый грабеж большевиков, случился бы такой голод в России, как в 20-е или 30-е годы? Вряд ли. У церкви наверняка нашлись бы средства прийти на помощь если не миллионам, то сотням тысяч умирающих. В силу ряда обстоятельств национализация монастырского имущества растянулась на несколько лет и завершилась только в 1921 году. Хотя власть планировала осуществить отъем средств в течение нескольких месяцев. Во многих губерниях в то время была учреждена должность комиссара по монастырям во избежание антисоветских выступлений верующих. Кроме того, эти комиссары следили за хозяйственными делами. Даже дрова без их подписи было невозможно приобрести. Трудоспособных монахов зачисляли в трудовые формирования, нетрудоспособных в приюты. В богатейшем Спасо-Адрониковском монастыре устроили пролетарские квартиры. Страстной монастырь заняли военным комиссариатом, а в Древнем Чудовом монастыре разместился кооператив «Коммунист». За активную контрреволюционную деятельность была закрыта Троица Сергеева Лавра. Из-под крыла церкви были удалены школы, которые стали полностью светскими. Воспитание нового поколения стало полностью атеистическим. Была упразднена церковная запись актов гражданского состояния, сведения о рождении, смерти и бракосочетании стали регистрироваться в ЗАГСах. В период массовой коллективизации судьба монастырей была окончательно решена как чуждых новому образу жизни. Сохранилось много исторических материалов, отражающих процесс национализации монастырей и церковного имущества. В архивах хранятся всевозможные приговоры рефт-трибуналов, жалобы, протоколы заседаний, сходов. Они свидетельствуют о личных трагедиях православных людей и о гонениях, которым подверглась церковь. Продолжение следует...